Добрый день дорогие друзья. На портал Иисус пришел следующий вопрос. Мой муж не верит в Бога. Мне в храм ходить не мешает, даже иногда помогает отвезти детей. Но разговаривать о вере не хочет совсем. Как помочь прийти ему к Богу? И сегодня мы адресуем этот вопрос портерею Александру Ширикову, моему отцу. Добрый день. Добрый день, Алексей. Добрый день, братья и сестры. Что бы ты мог сказать этому человеку? Этой женщине я бы, наверное, ответил так. Неверующий муж спасается верующей женой. Неверующая жена спасается верующим мужем. Поэтому в первую очередь она должна была благодарить Бога за то, что муж не воспрещает ей ходить в храм, что она имеет такую возможность пойти и помолиться, не осуждать его за то, что он не хочет разговаривать о Боге. Не пришло его еще время. Поэтому и не надо его пытаться разговаривать с ним о Боге напрямую. Для этого нужно, для того, чтобы он как-то пришел к Богу, ну, первое, это, слава Богу, ходишь в храм, молишься. Второе, будь хорошей женой. Будь терпеливый, будь несварливый, будь любящей женой. И это будет лучшая пропаганда христианства. Лучшая пропаганда Христа. Глядя на такую хорошую жену, он может сказать, ну, вот, так ведь ты христианин-то какие хорошие, а почему же я-то не задумываюсь об этом? И вот этот путь может привести его к Богу быстрее, чем разговоры о Боге. При этом разговоре о Боге я буду ворчать на то, что муж пришел в грязных ботинках или же забыл с утра меня поцеловать, или не подал кофе, или еще что-то. Ну, мало ли что, причин множество можно найти. Поэтому привести мужа к Богу только своим примером. И я думаю, что в этом вопросе не было такой ситуации, но у некоторых зрителей может быть такое, что муж не только не верит в Бога, но и против того, чтобы жена, ну, или наоборот, да, жена против того, чтобы муж ходил в церковь. Как быть в этом случае? Ну, если ты любишь мужа, ты же его выбрала. Ты знал, за кого, или жену, какая разница. Ты знал, за кого выходил замуж, поэтому тебе остается только печалиться. Печалиться в сердце. Если будет такая возможность помолиться, ну, дома-то навсегда есть возможность. Ну, наверное, такая возможность представляется хотя бы изредка прийти в храм, поисповедоваться и причаститься. Поэтому этими возможностями нужно пользоваться и печалиться о том, что вот муж противится. Но ты выбрал на свой крест. Опять же, вопрос, конечно, был о супругах, про них мы поговорили, но зачастую бывает так, что в Бога не верит кто-то другой из близких. Бывают родители, бывают дети. Да, личный пример, о котором ты говорил, наверное, он универсален. Универсальный способ помочь им прийти. Но может быть, есть что-то еще, что поможет им? Ну, чаще, если кто-то из родителей верит в Бога и ходит в храм, то дети, по примеру этого родителя, в молодости, я имею в виду в юности, ну, когда сам маленький, они тоже ходят в храм, причащаются. Но приходит возраст переходный, возраст юношества, когда ребенок начинает все переоценивать, когда он начинает испытывать своих родителей и мир на наличие Христа, на наличие правды. И вот здесь родителям не всегда удается соответствовать тем требованиям, которые предъявляет ребенок, ища эту истину. И он, бывает, отходит от храма. И, к сожалению, достаточно многие родители пытаются в это время ребенка ломать. Ломать, говоря, что ты должен ходить в храм, иначе тебе будет плохо, иначе ты не спасешься. А зачем? Ребенок пытается искренне, юношу или девушку, они пытаются внутри себя понять, зачем они должны прийти в храм. Ну, помолиться? Ну, я и дома помолюсь. И когда мы, если мы будем продолжать заставлять их силы идти в храм, мы получим прямо обратный результат. По крайней мере, на сегодняшний день. Может быть, это изменится через 10-20 лет. А сегодня ребенок потеряет интерес к храму, потеряет интерес к общению и перестанет ходить. Нужно помнить о том, что невольник не богомольник, и силой заставить молиться не получится. И здесь не может возникнуть вопрос, а до какого возраста можно водить ребенка в храм, если он не хочет? И вообще нужно ли так делать? Потому что ты говоришь о подростковом возрасте, когда возникают вот эти сложности. А что, если, например, ребенок в 5-7 лет говорит, я не хочу идти в храм? Как вести себя в этом случае? А для ребенка храм должен быть как праздник. Во-первых, конечно, сложно ребенка включить в жизнь храма. В том, чтобы он не просто стоял, не понимая, что там творится. Это сложно. Но в то же время, если ребенок не хочет идти в храм, нужно найти какие-то другие аргументы, но не говорить «ты должен». То есть ребенок должен воспринимать храм как дом, как награду, ради которой он идет. Радость, что поход в храм – это для него радость. Это может достигаться и не только тем, что я не хочу, ну и сиди дома, не хочешь – не ходи, а тем, что после посещения храма родители общаются с ребенком, рассказывают куда-то вместе с ходом. Не только посетили храм и все. Но проговорили, а что там сегодня произошло, что там читали. Ну это уже там 7-8 лет, да. Пойти после этого храма, после посещения храма прогуляться. Это доставит радость ребенку от общения и с Богом, и от общения с родителями. И тогда, наверное, ребенок будет легче идти в храм, ему будет это приятнее, радостнее. К этому, конечно, частично еще предназначена, призвана воскресная школа. Но воскресная школа не в том плане, что ты сегодня должен выучить закон Божий, Отче наш, или же заповеди блаженства наизусть и отчитаться о них. Если будем так ставить вопрос, то ребенок 5 или 6 дней занимается в школе, Потом он приходит заниматься в воскресной школе, И у него волосы начинают расти вверх, вместо того, чтобы вниз, ему уже ничего не хочется. То он из послушания, конечно, родителям еще продолжает ходить, Но у него внутри зачастую растет протест. А должна быть и радость от общения. Поэтому в воскресной школе сейчас радует то, что по новым программам воскресных школ Нету тех жестких требований, которые были раньше. А сейчас воскресная школа может проходить в игровом, скажем так, варианте. Когда и занимаясь какими-то, ну не играми, но и играми, и небольшими развлекательными занятиями, В канву вплетается история о Боге, о праздниках, о спасении. И в этой канве оно будет жизненным. Оно не будет искусственно вноситься, пытаться загнать в душу человека. Оно будет тем, что человек этим живет. Если родители, если близкие живут, если дети живут этим, То такой человек полюбит храм, и когда придет юношество, он не отойдет от храма. Спасибо большое за столь подробный ответ на этот вопрос. Послава Божию. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, Подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть еще какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. И до следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok